Сразу к вопросу. У нас зимой это прям сильный дефицит найти хорошего качества. Петрушку, укроп и так далее. Можно ли заменить эфирными маслами терапевтического качества? Будет ли это равноценно? Ну терапевтическим может быть и можно заменить в какой-то степени. А вот с точки зрения вкусовой и каждый со мной согласится. Конечно нет. С терапевтической да. Поэтому я говорю добавлять эфирные масла, питьевую воду например. Вы можете приготовить такие напитки, использовать эфирные масла как лечебные средства. Это целесообразно. А заменять укроп, кориандр, петрушку. Ведь там же не только эфирные масла вот в этих продуктах. Далеко не только эфирные масла. В том же укропе есть бифлавоноиды очень активные. Понимаете? Кориандры. Поэтому вот эти вот зонтичные. Это растение семейство зонтичное. Действительно в них то, что бросается в глаза. Конечно эфирные масла, потому что они пахнут. В этом плане да, можно заменить. А в осуществлении пищевой ценности целиком, конечно, надо использовать натуральное растение. Причем желательно свежее. Да, и со своего огорода. Но мы же понимаем, что это практически нереально. Поэтому с дебой со своего огорода при этом еще можно продержаться. Ничего подобного. Ничего подобного. Александра, сейчас в магазинах продаются свежая петрушка, свежий укроп. Он выращивается. Понятное дело, что это в теплицах делается. Особенно в условиях Санкт-Петербурга или там северных регионов. Как вы вырасти там в открытом грунте? Но это все-таки лучше, например, чем, ну не знаю, чем сушеные. А чем с замороженной? Лучше с замороженной, если у вас есть техника заморожения. Только не просто в холодильнике, а в морозильнике с температурой не выше минус 18 градусов. То есть при хорошей заморозке. Но сейчас вот свежих овощей, вот таких вот, то есть зонтичных, пожалуйста, в любом магазине продается все доступно. Можно использовать сухие тоже, например, при варке. Первого можно сразу добавлять, при варке добавлять сухие, вот петрушку, укроп. А потом каждому в тарелку обильно, обильно, подчеркиваю, мелко измельчить эти же самые растения с их ароматом. Кстати говоря, ведь они эффективны не только как аромат. Например, петрушка является прекрасным афродизиаком, я мужчинам говорю. Но петрушку надо использовать не по запаху, а по весу. Потому что у нас такие растения используются по запаху. Две-три хвостика укропа, запах уже есть. Но действие-то пропорционально концентрации, давайте об этом не забывать. Поэтому такие продукты, как не только для улучшения вкуса, в свежем виде, то есть готовый продукт добавлять. Первое. Во второе. Обильно, достаточно обильно, тонко порезать. Вот вы тогда получите вкусовой компонент и фармакологический, будем так говорить. Ну, тоже относится к перцу, но там уже другое дело. Потому что кто-то любит острое, а кто-то любит менее острое. Это уже дело вкуса. Хотя перец чрезвычайно полезный продукт. Он, кстати, усиливает действие других продуктов. Вот вы куркуму используете, допустим, да? Которую, кстати, очень хорошо первая класть. Коль мы уже заговорили на такие кухонные темы, а поскольку я кое-что сам умею готовить, и, кстати говоря, если было бы у меня больше времени, я бы этим занимался с большим удовольствием, кстати говоря. Так вот куркуму любое первое добавлять. Действие куркумы значительно усиливается, если она используется вместе с острым перцем. Вот это тоже нужно помнить. Комбинации. Комбинации вот этих вот корригирующих продуктов должны быть вот такие, как я сказал.